Всем привет! Сегодня Верность ТВ рассказывает про нашего гибрида Дюму, познакомьтесь. Он еще не очень хорошо привык к Александру, но побаивается камеры, потому что быстро привыкает в принципе. Дюма попал к нам вместе со своим братом Семой четыре года назад, еще со всеми слепыми щенками их забрал. У Демы отец настоящий породистый алабай, то есть у таких достойных кровей, а мама обычный серый волк. Вот, если вы сейчас посмотрите внимательно на Дему, то обратите внимание на вот этот зонарный раскрас и вот эта щетина. Стой, это есть подпушек такой, как у волка, вот он, это такая волчья фишка. И у него щетина очень жесткая, то есть как, ну, типа кабани что ли, или еще что-то в этом роде. То есть, ну, натуральная такая жесткая-жесткая шерсть, как щетка получается. А под шерсть уже такой подпушек, как у волка, только поменьше, конечно. У Демы клыки меньше, чем у волка. Я сейчас попробую показать. Дема, покажи клыки. Вот, то есть, ну, как у обычной собаки, скажем так, но давит кости, ломает он гораздо сильнее, чем волк. Ну, то, что Дема вытворяет, хук не делает. Что я про него хочу рассказать? Хотите удивляйтесь, хотите нет. У кого-то может быть по-другому, но я вам расскажу свою историю. Ту, которая произошла между нами, между Демой, Семой и мной. Дело в том, что я их выращивал с пеленок. И вот этот вот бред, когда говорят, что волчат нужно брать непременно слепыми, чтобы вырастить их ручными. Все это чушь полнейшая. Почему? Потому что волки, они на генетическом уровне. Как бы, я сейчас перебью, идет человек сзади, да, и испугается. Ну, то есть, отскочит в сторону. Ну, человек набрался смелости и отошел в сторону. Сереж, можно тебя попросить подойти чуть-чуть к нам? Вот, только не резко, не резко. Дема, Дема, Дема. Ну, вот он отбежал к Саше, уже Саша он больше знает и спокойно. Это человек для него новый, поэтому он отошел. Как бы, не ищет конфликта. Ну, через пару минут он освоится, и все уже, как бы, будет нормально. Спасибо. Ты попадешь в YouTube, короче говоря. Волчата, еще раз повторюсь, они на генетическом уровне могут быть дикие, и также ручные, и полудикие. И вот этот момент по слепому щенку ты не поймешь никак. Только когда щенята взрослые, тогда только можно понять, какого они расклада. Это и есть фишка между волками, грубо говоря. Касаемо Дема и Семы, я их растил со слепых щенков, и я сам лично, тот, кто их, как говорится, соски выкормил, к ним подойти смог только, свободно подходить, без напряга, чтобы они от меня не щемились, не какались, убегая. Прошло два с половиной года. Только спустя два с половиной года я стал к ним подходить. Дело в том, что Дема достаточно мощная штука. Вот такие карабины, толщиной с палец, он просто выравнивал цепи, рвал. Для Дема делалась будка полтора на полтора, вот с таких вот бревен. Но он ее тягал. Пришлось рядом с будкой заколотить в землю, забить трубы, кусок железный, и привязать еще проволокой эту будку к трубе железной. Тогда Дема не смог ничего сделать, и будка оставалась на месте. Вот, что еще хочу рассказать. Гибриды волка и собаки все-таки берет свое волк. Вопрос в чем? Что больше поведения у него от волка. Во-первых, он наедается, как волк, собака столько не съест, сколько съест Дема. То есть они могут до 10 килограмм слопать запросто. То есть я ему вот такого ягненка кидаю, утром я там даже шерстинки не нахожу. Вот, и какие еще отличия? Следы напоминают волчи, но уже передние пальцы все равно ближе к задним. То есть уже чуть-чуть касаются, вот эти вот два крайних касаются линии, задолинии передних пальцев. То есть, а так образно дно от бутылки напоминают, как и у волка. Вот. Ну, пластиковая бутылка, они чем-то похожи, как по округлости. Что еще про него можно рассказать? То, что это не собака однозначно. Это большей частью волк. Почему? Потому что если его выпустить, допустим, на территорию, и ему встретится хромающая собака, у него сразу же забрало падает, то есть включается инстинкт охотника, и он тут же молниеносно бросится на эту собаку, попытается ее убить просто на все. Если его не остановить, остановить его окриком или еще чем-то бесполезным, будет продолжать охотиться. Вот. Это малейшая хромота включает вот такой вот рефлекс у него. Ну, не только у него. У волков, у Хука, у Демы, у Семы, у тайги и все одно и то же. Так он очень, в принципе, спокойный. Если сейчас он будет больше общаться, то, я думаю, он больше наберется опыта общения с человеком, и у него вообще пойдет шедевральная жизнь. Да, Демочка? Я как-то стараюсь с ними гулять тогда, когда нету людей, и людей обходить стороной. Почему? Потому что для Демы это не очень интересно. Но сегодня посмотрел, как вот мы делаем ролик, и Саша, в принципе, идет от нас два метра, и Дема спокойно к нему относится. Когда человек начал подходить, он уже метнулся в сторону Александра и не испугался. Да, Дема? Дема молодец, хорошо. Молодец. Вот. Что еще могу сказать про вот этих вот ребят? В принципе, они адекватные личности такие. И с ними можно вполне даже проживать в доме элементарно. Они достаточно понятливые ребята. Вот. Но это как чехословацкая волчья собака, как чехословацкий волчак. Тоже как бы считается собакой, да, волчьей собакой. Но все предупреждают о ее особенности. Как и хаски то же самое. То же самое и гибрид волка. Все одно и то же. Это просто собаке, которым нужно больше внимания и немножко больше осторожности в каком плане по воспитанию обращать внимание на воспитание с самого детства, на азы, чтобы потом можно было управлять этой собакой. То есть являться для нее авторитетом. Если ты не будешь авторитетом для вот такого замеса, да, то вряд ли какое-то общение и дрессировка вообще получится. Он будет брать свое. Какая трава-то вкусная. Дюама. Ну вот у него есть в поведении такие осторожные моменты, когда вот резкое движение, но сейчас вот он не испугался. Резко если я встану, но меня он не испугался. Дюама. Кожи камеру. Кожи камеру. Ку-ку. 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 Пойдем. Он привыкнуть должен. Я думаю, в ближайшие дни мы его еще поснимаем. Посмотрим о том, как Демочка будет проходить дрессировку. Дюама, пойдем сюда. Сейчас мы пойдем с Демой к лошадям и посмотрим на реакцию лошадей и Демы. Все-таки у Демы пастушья кровь есть. Мы сейчас проверим его отношения. Дюама. Смотри, смотри. Вполне спокойно себя ведет. Привет, Наташка. Это Дема. Дема. Дема, Наташка. Где Наташка, Дем? Кто это тут такой, Дем? Хрюша. Дема, иди сюда, Дем. Дема, Хрюша. Хрюша. Спокойно относится. Вообще адекватный парень. Никого не трогает, никого не обижает. Первый раз их видит. И они его тоже. То есть мы делаем вывод, что лошади гибридов не боятся. Вполне спокойно относятся. Ласка. То есть страха у лошадей к ним нет. Дема, иди сюда, Дем. Дема. Не боится лошадь его. Молодец, сокол, хорошо. Ай-ай-ай-ай, молодец. Сегодня у вас такое полное первое знакомство с Демой. Сегодня вы узнали, откуда он, как к нему относятся лошади, как он относится к лошадям. В дальнейших рассказах узнаете еще много чего интересного. Посмотрите, как гибриды поддаются дрессировке, когда я сейчас начну с ним заниматься. Рядом, Дема. Рядом учись. Так что всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Этим вы нам здорово поможете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok